Возможность использовать вертолеты для транспортировки пострадавших при серьезных ДТП на дорогах области обсудили совместно с заместителем министра МВД России Палпредсибирского федерального округа и начальником областного ГИБДД. Также Виктор Кирьянов встретился с 8-летней Анней Некрасовой, которую 5 лет назад сбил внедорожник. Именно вертолетом девочку вовремя доставили в областную больницу и спасли ей жизнь. Она слушает инструктора и точно выполняет все упражнения. А дуванчик, так ласково называют девочку-мама, упорная. Каждый день изнурительные тренировки, массаж Ани 8. Но она не плачет и не жалуется. Весело общается со своими давними друзьями, сотрудниками ГИБДД, а камеры стесняются. Сколько приходится тебе дома трудиться, заниматься? Два раза в день. Два раза в день. Это у тебя физически, да, у тебя что-то? Да. А дуванчик – поздний долгожданный ребенок. Вовремя пошла, рано научилась говорить. 30 августа 2010 года девочка играла с детьми во дворе. В это время на внедорожнике мимо проезжала пьяная компания. Женщина не справилась с управлением и сбила трехлетнюю Аню. Реанимация, искусственная вентиляция легких – местные врачи не справлялись. Санитарным вертолетом девочку доставили в областную больницу. Переломы, спинномозговая травма, ушиб спинного мозга – пациентка выжила, но после аварии не могла даже держать голову. Благодаря родителям, в первую очередь, девочка активно занимается. Они посещают различные репетиционные центры, где она продолжает лечиться по тем программам, которые разработаны. За этот период у нее большой прогресс. Она научилась правильно сидеть без опоры. Она очень хорошо ползает. У нее появились улучшения и по другим функциям, что для таких пациентов является огромным достижением. Огромных достижений мама и Аня добивались пять лет. Сейчас для девочки наступает новый этап реабилитации. Нужны дорогостоящие тренажеры. Стоимость параподиума – 150 тысяч. То есть нам такой параподиум, конечно, купить совершенно не хотела. Но этот аппарат ей жизненно необходим, потому что для того, чтобы ребенок вспомнил, как она ходила, для мышечной памяти, для каких-то других групп мышц, для развития этих групп мышц, нужно обязательно заниматься в этом параподиуме. Аня сможет продолжить курс реабилитации. Представители госавтоинспекции и общественная организация «Форпост» подарили девочке параподиум. Это вам, это вам потерпение. Спасибо. Такая фига с надойтой. Врачи говорят, Ане повезло, ее вовремя доставили в больницу. Но до сих пор по всей стране остро стоит вопрос, как быстро и квалифицировано помочь пострадавшим в ДТП на федеральных трассах. Виктор Кирьянов, заместитель министра внутренних дел России, сегодня обсудил вместе с главой областного ГИБДД Сергеем Штельмахом возможность использовать вертолеты для транспортировки пострадавших в крупных авариях. На примере Ленинградской области выступал директор, рассказал, как он это делает, как они спасают, сколько спасли. Почти 500 вылетов уже сделали на СМО. Да, с финансами трудновато, но все-таки эта работа уже началась. И мы на примере этой работы в Ленинградской области хотели показать всем, что можно это делать. Когда появится вертолетная служба в Новосибирской области, точно никто сказать не может. Нет денег, техники, специалистов, но Виктор Кирьянов настроен оптимистично. Пример Ленинградской области есть, и в ближайшее время его постараются внедрить в других регионах страны. Варвара Левченко, Василий Тополев. Специально для итогов недели.